Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о лосе что мы знаем об этом животном вся молодежь а также кто постарше с удовольствием вспомнит умного и интеллигентного знайку лосяша из смешариков он с удовольствием рассказывал много интересного из мира науки а мы в свою очередь расскажем о нем но не о мультипликационном персонаже а про самого что ни на есть настоящего лося что ест куда бегает где обитает и еще много всего поехали и начнем мы с того что лось это самый крупный современный олень да да мало того что он лось так он еще и олень потому что относится он к семейству оленевых но имеет свой род в котором находится европейский лось и его заокеанский брат лось американский хотя братья европейские американские но на самом деле они распространены очень широко населяя пояса северных лесов евразии и северной америки европейский лось обитает в россии украине беларуси польши венгрии чехии норвегии швеции и финляндии в азии водится в северной монголии и северо-восточном китае а вот американский лось в основном населяет леса канады где живет около 500 тысяч лосиных иммигрантов ареал в сша сильно сократился и численность лося здесь сейчас небольшая где живет выяснили давайте смотреть как же он выглядит а выглядит он потрясающе остальные родственнички олени здесь рядом не стояли олени часто олицетворяют с благородством величием красотой грацией и быстротой только им не хватает брутальности и у лося она есть высоконогие с мощной грудной клеткой относительно коротким туловищем и тяжелый горбоносый головой верхняя губа вздутая и сильно нависает над нижней очень большие широкие подвижные уши под горлом свешивается вниз мягкий кожистый вырос серьга достигающая 25 40 сантиметров не знаю как серьга бороду мужскую она напоминает больше взрослые самцы имеют длину тела до трех метров высоту в холке до двухсот тридцати пяти сантиметров и массу до 600 килограмм и ко всему этому у него есть рога но только у самцов и какие это рога у каждого лося это индивидуальный атрибут брутальности и с возрастом они становятся все мощнее больше и раскидистее причем каждый год рога у лося новые в общем принцип роста рогов у лосей следующий лосята рождаются камолами то есть без рогов когда им исполняется год у них вырастают рога спицы похожие на коровьи и ходят они с ними до зимы а потом сбрасывают на третий год вырастают вилки на четвертый по три отростка на пятый по 4 и так до максимума пока самец лося не достигнет своего расцвета и эти рога уже целое произведение искусства они состоят из короткого ствола и широкой уплощенной несколько вогнутой лопаты от лопаты вперед наружу и назад отходят отростки более или менее равномерно обрамляющий лопату бывают у лосей рога оленьего типа то есть без лопаты короткий ствол дает отростки в горизонтальной плоскости направленные вперед и в общем рога усахатого то что надо окраска буровато-черная ноги от середины голени и предплечье вниз светло-серые почти белые и вот эти ноги настолько высоки что несмотря на вытянутую морду и верхнюю вытянутую губу дотянуться до воды непросто приходится пить на коленках ну и ладно пусть жираф пьет на раскорячках лось с этой стороны попроще стал на коленке хлебнул студеной водицы и дальше побежал и несмотря на внушительные габариты и благодаря этим крепким стройным ногам животное способно быстро перемещаться скорость бега может доходить до 50 километров в час не зря говорят ну ты и бегаешь как лось еще на ногах у лося прочные копыта и потому лоси уверенно ходят по густым лесам болотам и подножию гор они являются прекрасными пловцами и при желании животное преодолевает по воде расстояние в пять километров без особого труда а также может нырять на большую глубину еще лось познал искусство лосиного рукопашного боя он способен обороняться не только как лошадки задними ногами но и легко может пойти в лобовую атаку причем рога будут играть не первую роль и раз уж заговорили об этом давайте разбираться от кого нужны эти единоборства лоси живут до 20 25 лет но большинство животных в природе погибает значительно раньше хотя врагов у лося немного в основном медведи и волки еще можно включить в этот список бесстрашную росомаху все они в основном ориентируются на слабых или молодых особей против матерого самца выступить из них никто не решится копыта сахатова способны пробить даже медный лоб любого мишки ах да забыл упомянуть человека тут конечно ставки не равны грибников и детей с мамами не берем а вот против огнестрельного оружия лось дает слабину причем такую что в начале 20 века человек умудрился истребить практически всех лосей и сами же люди но уже другие в результате охраны лося омоложение лесов и сокращение числа волков и особенно быстро в конце сороковых восстановили ареал хотя волков тоже жалко как раньше они обходились без участия прямоходящего непонятно то есть лосей понятно а что есть сам лось для начала выясним где ему нравится пастись лоси населяют самые различные леса заросли ивников по берегам степных рек и озер а в лесотундре держится по березнякам и осинникам как в степи так и в тундре встречаются летом и вдали от леса иногда на сотни километров в горных лесах придерживаются широких долин пологих склонов и плато избегая резко пересеченного рельефа летом предпочитают гарри лесосейки где богатая поросль лиственных деревьев буйно разрастается высокотравье в том числе любимый корм сахатова кипрей он же иван-чай большое значение для лося имеют леса с болотами тихими реками ручьями и озерами где они кормятся водной растительностью зимой необходимы смешанные хвойные леса с густым подлеском или хорошим подростом молодняка особенно сосны осины или березы избегают они однообразных высокоствольных массивов леса на значительной части ареала где высота снежного покрова не более 30 50 сантиметров лоси живут оседло совершая лишь небольшие переходы из одних угодий в другие однако там где высота снежного покрова 70 сантиметров или более лоси совершают качевки выходя в менее снежные районы переход лосей к местам зимовок обычно происходит постепенно и продолжается с октября по декабрь или январь то есть в течение двух и более месяцев чаще первыми идут самки с лосятами последние взрослые самцы и самки без лосят обратные весенние перекочевки происходят быстрее обычно во время таяния снегов и животные идут в обратном порядке первыми взрослые самцы последними самки с лосятами зима самый трудный период жизни сахатова высокие снега затрудняют движение этого огромного оленя лось стремится ходить по пробитым тропам кормится около проторенных ими дорог чтобы при опасности выскочив на тропу спастись от волков чем больше снега тем меньше ходит лось и в марте когда высота снега бывает наибольшей лось за сутки проходит всего 700 900 метров стадо лосей нередко несколько дней остается на участке всего лишь несколько гектаров такой участок русские охотники образно называют стойбищем лосей а канадские охотники трапперы двором в большие морозы животные любят ложится в рыхлый снег так что на его поверхностью торчат только холка и голова что сокращает теплоотдачу в бураны и сильные ветры отлеживается в чаще хвойного подростка перед тем как лечь лоси поворачиваются под ветер обычно делая полукруг и ложатся в сторону следа огромные уши у лежащего животного время от времени поворачиваются как эхолокаторы на слух лось больше всего и полагается хорошо развито у него и обоняние но зрение развито слабо например неподвижно стоящего человека он не видит на расстоянии немногих десятков метров весной эти стада распадаются лоси кормятся самыми различными травянистыми древокустарниковыми растениями мхами лишайниками и грибами наиболее разнообразные корма лося летом самый бедный набор кормов зимой листья деревьев и кустарников основной корм лосей в летнее время лучше всего лоси поедают листья осин рябин ив берез крушины черемухи кленов и ясеня животные охотно кормятся осенью даже опавшими листьями любят лоси кормиться водными и околоводными травянистыми растениями такими как вахта калужница кубышки кувшинки хвощи а также высокими травами в конце лета лося отыскивают шляпочные грибы могут перекусить и мухоморчиками любят веточки черники и брусники с ягодами осенью обычно в сентябре лоси начинают скусывать побеги и ветви деревьев и кустарников и к ноябрю почти целиком переходит на питание веточным кормом число основных зимних кормов относятся ива сосна осина рябина береза и малина при этом лоси в одинаковой степени поедают побеги как лиственных пород так и сосны у деревьев и кустарников лоси скусывают побеги толщиной обычно до 10 миллиметров кору главным образом молодняка осины сосны гложет в течение всей зимы но только в оттепеле почти повсюду лоси посещают солонцы где пьют солоноватую воду и грызут богатые солью почвы или лижут камни солим необходимо для правильного пищеварения в августе или сентябре обычно на рассвете или вечером самцы начинают стонать как называют охотники рев лосей негромкий голос лося напоминают глухое мычание в это время самцы возбуждены ломают рогами ветви и верхушки небольших деревьев выбивают копытами ямы отыскивая самок ходят за ними отгоняя молодых лосей за одной самкой ходят часто два и больше самцов между самцами иногда возникают драки в период гона самки и особенно самцы утрачивают обычную осторожность бродят по дорогам не боятся людей так что осенью всегда создается впечатление что лосей в лесу стало больше чем летом весь период гона от начала стона до последних случаев спаривания длится до двух месяцев и заканчивается в октябре иногда в ноябре в период гона около самца очень редко бывает более одной самки самец лося не собирает гаремы как большинство других оленей правда известны случаи когда самцов может не хватать и около лося ходили две-три самочки ревниво охраняя их от других самцов и после свадьбы рога больше не нужны взрослые самцы сбрасывают их в ноябре декабре редко позже новые рога начинают расти в апреле мая пока рога мягкие они чувствительны к ударам и укусам насекомых твердеют они в июле а в августе сентябре самцы ощущают их от кожи самки принимают участие в размножении на вторую или третью осень самцы на год позднее беременность у лосих продолжается 225 240 дней отел происходит в апреле мая иногда в северных районах в начале июня лосиха приносит одного или двух лосят в зависимости от места и условий года лосята родятся светло-рыжими однотонными без пятен обычно около недели остаются на одном месте при опасности затаивать в траве или кустах с недельного возраста ходят за матерью с этого времени лосята уже объедают листья с березок и осинок однако сгибать и заламывать молодые деревца научиться только к осени траву достать из-за своей длинноногости они в первое время не могут только в месячном возрасте или позднее лосята приобретают навык во время кормежки ползать на коленках молочное кормление обычно продолжается три-четыре месяца но самки которые не принимают участие в гоне кормят до ноября декабря новорожденные лосята имеют массу от 6 до 16 килограммов быстро растут и к осени достигают 120 130 иногда 200 килограммов и вроде бы все рассказали о них но все да не все иногда лося в нашем рассказе я называл сахатой и у многих возник вопрос почему не рогатый бородатый или носатый давайте разбираться слово это произошло от слова саха и многим стало еще не понятнее хотя кто работает на земле прекрасно знает что это сельскохозяйственное орудие с помощью которого крестьяне пахали землю первоначально саха это жертв или шест образовано но согласно словарю владимира даля от глагола сохнуть родственным даль называет и рассоху раздвоенную палку и если в целом приглядеться к соке то да где-то небольшое сходство есть и рожки и копытца как у лося но сделаем снисхождение тогда у людей предметов в обиходе было меньше и фантазия рисовала другие картинки а вы слышали что лось мог бы быть домашним животным за тысячелетия своего существования человечество одомашнило лишь немногих из окружавших их видов животных нужно ли одомашнивать оставшихся например лося ведь уже имеющиеся домашние виды вполне удовлетворяют потребности человека тем не менее время от времени предпринимались попытки преобразовать природу или хотя бы использовать дикие виды не только для охоты осиротевшие в силу различных причин лосята успешно выращиваются и используются не только вместо лошадей но и как комнатные любимцы у кого-то кошечка а у кого-то лось но то что точно известно что на севере европы до недавнего времени довольно широко использовались ездовые и упряжные лоси так еще в 15 веке лось был верховым животным в шведской армии в армии были лосиные войска но просуществовали они только до первых сражений лоси оказались умнее своих всадников и покидали поле боя при первых признаках реальной опасности но раз не в войне так в быту и лоси употреблялись в швеции просто для езды и езда на них была столь быстро что полиция должна была запретить пользование лосями в тех целях чтобы преступники с помощью быстроногих лосей не укрывались от преследования в 18 веке на лосях в санной упряжке ездили шведские курьеры а в прибалтике со времен петра первого сохранился указ запрещавший появляться в городе на лосях известно что в вологодской губернии еще в середине 19 века лоси были домашними ездовыми животными в середине в конце 19 домашние лоси имелись во владимирской рязанской псковской и московских губерниях а в украине в волынской губернии лесничий на прирученных лосях ездил за 120 километров имеются также указания на ручных лосей в начале 20 века в сибири и вятской губернии да и в наше время есть лосиные фермы например в россии сумароковская костромская фермы есть ферма в германии и в финляндии и все бы хорошо и лось в принципе живет и размножается несмотря на то что является все-таки промысловым животным и охотиться на него разрешено его популяция пока вне зоны риска но вот для автолюбителей лось является пожалуй самым опасным животным из-за его частых появлений на дорогах у водителей легковых автомобилей шансы выжить в такой ситуации очень малы что лоси забыли на дорогах в основном это происходит во время брачного периода когда животные заняты продолжением рода самцы мало едят и много перемещаются в поисках самок за ночь они могут пройти 50 70 километров в том числе и выходя на дороге по пути они еще и выясняют отношения друг с другом бьются за внимание самки поэтому очень агрессивны и невнимательны лоси еще часто выбегают на дороге в мае когда молодые особи начинают вести самостоятельный образ жизни в этот период появляются новые лосята поэтому годовалых подростков самки отгоняют от себя и молодые несмышленыши начинают носиться по лесу выбегая на дороге поэтому водитель должен быть всегда внимательны в местах где они обитают особенно в темное время суток и не лихачить потому что даже на малой скорости столкновение с тушкой в полтонны может обернуться большими неприятностями которые возможно избежать она большой согласно статистике эта трагедия и так дорогие друзья мы узнали кто такой лось рассмотрели его с ног до головы включая его величественные рога знаем что лоси на планете земля сейчас фаворе и это хорошо и наша задача беречь окружающую нас природу чтобы не получилось как в начале 20 века с нашим красавцем а человеку в общем не стоит нарушать спокойствие этого мира в любых проявлениях и лучше жить в гармонии с ним и мир ответит ему тем же да и убережет автолюбителя от лося и лося от автолюбителя на дороге смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля господин